В эфире Радио Свобода. Программа лицом к событию. У микрофона Мумин Шакиров. 139 лет назад родился Иосиф Джугашвили Сталин. Сегодня на Красной площади традиционно возлагали цветы, венки зажигали свечи на могиле вождя пролетариата. Как обычно, шествия и мемориальные церемонии прошли под эгидой КПРФ. У нас в гостях в студии историк и режиссер Евгений Панасенков. Панасенков, простите, пожалуйста. Правозащитник Александр Черкасов. По скайпу будет писатель Владимир Войнович. По телефону политик Сергей Удальцов. Давайте для начала посмотрим триллер. Это фрагмент фильма «Стена» режиссера Дмитрия Боголюбова. Картина участвовала в основном конкурсе «Ардок-феста». «Ардок-феста». Продолжение следует... 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 И очень легко себя успокаивать до поры, до времени. Я бы хотел обратиться к Владимиру Николаевичу Войновичу. Владимир Николаевич, скажите, вот вы видели эту картинку, я не знаю, насколько удалось вам ее посмотреть через скайп или через другой источник. Это ежегодная традиция возложения цветов, венков в могиле вождя Иосифа Сталина. На ваш взгляд, вот эта традиция, она будет иметь продолжение и в последующие годы? Или это мы живем именно в тот фрагмент, когда Сталин достиг какого-то определенного пика популярности? Ну, во-первых, я картинку не сажали, поэтому говорить не о том, что я не знаю, а о том, что я знаю. И вот я слушал какую-то передачу, в которой было сказано, что людей, которые жили во время при Сталине, которые помнят 20-е съезд КПСС, их уже на свете нет. Но я все-таки один из тех, кто еще есть. Я очень хорошо помню сталинское время, и поэтому я ничего не могу сказать насчет картинки, насчет того времени. Я могу сказать, что это было время ужасное просто. И оно ужасное было не только для тех, кто сидел в лагерях, а для тех, кто был на воле, но трясся, потому что это было время страшное. Ужасно скучное, во-первых, потому что это было время серости, это было, значит, потому что все, партия, ведь она регулировала коммунистическое, все на свете, включая длину волос и ширину брюк там, и все такое. Кроме того, конечно, никакой, значит, нельзя было встречаться с иностранцами, если у кого была такая возможность. То есть нельзя было рассказывать анекдоты, за анекдот могли дать 10 лет, вот, и все такое. Это была жизнь и страшная, и скучная. И я еще хочу сказать заранее, прям вперед скажу, что вот эти люди среди поклонников Сталина, значит, есть люди или молодые, невежды, которые ничего не знают, хотя могли бы знать, потому что уже напечатано материалов всяких достаточно. Или просто откровенные жулики, спекулянты. И, между прочим, я должен сказать, что, как правило, среди таких осознанных сталинистов, которые знают и помнят и читали, вот, среди осознанных этих сталинистов, просто эти люди, если они действительно, им нравится Сталин, значит, они, поскольку Сталин был кошмарный преступник, просто один из самых главных преступников, один из двух главных преступников 20 века, то те люди, которым он нравится, они сами, это люди с преступными наклонностями, и когда они говорят, что они патриоты, они ведь все патриоты, они врут, потому что быть патриотом, это любить свою страну, любить свой народ. Как можно любить свой народ, если эти люди одобряют гибель миллионов членов, собственно, народа, которые погибли просто ни за что. Спасибо. Я хотел бы предложить, уважаемые гости, посмотреть еще один ролик. Опрос, сделанный на Красной площади, сразу после возложения венков и цветов. Мне кажется, что очень важно, чтобы люди понимали, видя, сколько цветов возложили к памятнику в день рождения Иосифа Сырёновича, чтобы люди понимали, что он сделал, чтобы читали о труде. Ничего этого не будет, я всегда могу, ты только скажу, да. Держите, вот. Зови меня в досьмир. Сюда, в мусор. Это очень важно, потому что это, типа, история и память. Он руководил Красной армией, индустриализация, это очень, очень важно. Московское метро, это тоже впервые построено при Сталине. Давай, закрывай, чтобы Сталин не убежал. Нет, нет, не убежал. Сталина мы не отдадим. И Ленина, они хотят сейчас Ленина тут убрать, сейчас Ленина хотят. Вот, Сталина, мы тебя не отдадим. Мы не отдадим, ночевать здесь будем, землю, но мы тебя отсюда не отдадим. Как отец наш был, понимаете, мы любим его. Он был, как Штирлиц. Он же всю Ленинскую гвардию, фактически, под ножку стил. Но вынужден был говорить, что он ленинец, верующий, абсолютно верующий, глубоко верующий человек. А, у него храм был тайный, домашний храм во время войны. Он внук Александра Второго. Александр Второй, когда был в поездке, цесаревичем был в Смоленске, роман был с местной красавицей. Евгений, скажите, а вот власть, на ваш взгляд, на это мало обращает внимания или поощряет? Ну, знаете, власть счастлива, что бы ни происходило, вот чем бы народ не тешился, лишь бы не мешал в Панаму выводить, так сказать, оставленное Сталиным. Ну, как мы сейчас видели, это подтверждает вот эти товарищи, их интервью, они подтверждают то, с чего я начал. Ведь нужен не столько историк, хотя историк, конечно, тоже, но врач, медик, возможно, режиссер, драматург. И здесь прекрасно все. Физиогномика, бемия, вот это про внук Николая Александра, там, какого-то Николая Третьего и прочее. Это прелестно. Но трагедия в том, что эта бацилла, она живет, она очень, эта бацилла выгодна власти. А что такое бацилла? Вот она, если в проверке, то нормально. Если она запрещена и в лаборатории, это прекрасно, и можно исследовать, изучать ученым. А если ее не просто оставить без присмотра, а бросить вот эти споры или сибирскую язву в народ, это распространяется с колоссальной скоростью. Это то, что сегодня делает власть, потому что власти удобно использовать портативные методы тоталитарного режима. Конечно, то, что сейчас происходит, это такое комическое, как бы, light, сталинизм, значит, слэш-комедия, да? Но постепенно это становится настоящей трагедией, потому что увеличивается масштаб, и входит все это в клинч, и люди погибают, и людям портится жизнь. Вы знаете, самое страшное, это то, что абсолютно для большинства... Вот смотрите, уже все можно читать. Есть книги, есть интернет, все видно, документы опубликованы, подписи Сталина на расстрельных списках опубликованы. А даже многие молодые, им нравится Сталин. Почему? Это показывает ущербность, злобность. Понимаете, это лакмусовая бумажка. Если человек сам по себе злобный, ожесточенный от рождения по своему мозгу, по своей природе, по врожденным наклонностям, он моментально выбирает себе авторитет, выбирает то, что ему нравится, да, кому-то нравится Майклесец, а кому-то нравится Сталин. То есть хочется прислониться к сильному, да, в данном случае? Да не к сильному, к агрессивному, который давит талантливых, который давит людей свободных. Им же нравится Сталин, потому что он давил тех, кто умеет хорошо и красиво, и талантливо, и свободно, и успешно жить. Эти все людишки, они хотят чужими руками задавить тех, кто могут жить лучше, чем они. Вот в чем смысл. Александр, а как вы думаете, власть формирует свое отношение к этим людям, которые ставят памятники сегодня? И в клубах, на территории предприятий, на улицах, на домашних участках, везде, где возможно. И даже одно музей-изба в деревне Хорошева под эгидой министра культуры Мединского был поставлен бюст, по-моему. Как вы думаете, как формирует власть свое отношение к этому финансу? Власть ведь у нас как-то очень противоречивая, шизофренически на первый взгляд формирует свое отношение. Сегодня день рождения Сталина, но Сталина нет уже давно. А вчера было 100 лет в АЧК. И вчера господин Бортников высказал свое отношение, отношение своей службы к Всероссийской чрезвычайной комиссии, наследником которой он считает. В АЧК, ГПУ, НКВД, МГБ. Собственно, все то, что утворило сталинскую политику. И вот это в большей степени власть, это в большей степени отношение власти ни в чем не раскаиваются. Считают, что все было нормально, что действительно ловили врагов народа. А что все было правильно, но своих немного тоже постреляли. Но время было такое. Про то, что диссидентов, инакомыслящих вообще любую свободную мысль душили, ни слова. Нету трех слов. Нету слова террор. А именно, такова была политика в АЧК для террора. Она существовала. Нету слова преступления по отношению к деяниям того периода. И нету слова невиновной, слова реабилитации в отношении жертв. И отношение к Сталину, в общем, примерно такое же. Если, конечно, это не два разных человека. Один выходец из этой замечательной спецслужбы, а другой тот, который открывал стену скорби 30 октября. Либо-либо. Невозможно одновременно чтить Каина и Авеля. А вы согласны с Евгением, который сказал, что власть все-таки это держит в пробирке, чтобы из пробирки это не вылилось? Нет, наоборот, оно не держит. Оно выкинуло это из пробирки в народ, и вот мы получаем результат. А, то есть уже без контроля, да? Конечно. Нет, наоборот, под контролем специально выкинули из пробирки в нужные места, сообщили, так сказать, среде необходимой. Дали еще и ветер, и воду, чтобы все это развивалось, и бурлило, и все болели. Конечно. Есть некоторая иллюзия контроля. Можно считать, что ты управляешь течением рек, горными обвалами и всем остальным, до тех пор, пока этот обвал, наводнение, вихрь тебя не накрывает. Давайте я попрошу Владимира Николаевича рассказать, вот когда вы родились, наверное, на пике культ личности Иосифа Сталина, ваш отец был репрессирован, я сегодня немножко ознакомился с вашей биографией. Скажите, когда у вас лично появились первые сомнения, что Сталин это не тот человек, кем его воспринимает народ? Вы знаете, мое детство прошло, естественно, под знаменем и под портретами Сталина. Я когда ходил в детский сад, у нас висел большой портрет Сталина с девочкой на руках, такого хорошего, добренького дедушки. И было написано «Счастливого товарища Сталина за наш счастливое детство». В это время мой отец уже сидел, вот. Но от меня-то, правда, скрывали, и мне говорили, что мой отец в командировке. И, в общем, я сначала долго не знал, потом стал о чем-то догадываться. Потом мой отец уже вернулся, он уже на фронте был, уже вернулся инвалидом. И вот когда мне было после войны, уже 14 лет мне было, я уже обо многом догадался. И я спросил у своей бабушки, у меня бабушка была такая, я ее спросил, бабушка, а что ты думаешь о Сталине? Она мне сказала, я думаю, что он бандит. И я очень обрадовался, потому что я ни от кого больше не слышал. Мне казалось, что все люди очень любят Сталина, а я один такой выродок, что он мне почему-то не нравится. А он мне к 14 годам уже очень сильно не нравился. И вот, когда бабушка сказала, я очень обрадовался. Но потом все равно думал, что все остальные, кроме нас с бабушкой, все его очень любят. Владимир Николаевич, скажите, продолжая дискуссию с коллегами, на ваш взгляд, власть контролирует этот процесс или уже оставила самотек и просто наблюдает за той ситуацией, как набирает какую-то популярность Иосиф Сталин? Как вы думаете? Я думаю, что она этот процесс сначала инициировала, а теперь просто не препятствует этому потоку. Потому что это и идет такое повальное сумасшествие на самом деле. Потому что я вам на первый вопрос не совсем правильно ответил. Дело в том, что ведь после 20-го съезда партии казалось, что вот все, как говорил Хрущев, что в могилу его вбит осиный кол и уже никогда он оттуда не поднимется. И когда свергли Хрущева в 1964 году, пришла компания Брежнева, они пришли с задачей его реабилитировать. Им это оказалось совершенно не под силу, потому что было много препятствий для реабилитации Сталина. Не только внутри страны, где еще люди жили, которые помнили, что такое Сталин и сталинизм, но были еще коммунистические партии западные, которые зависели от советской коммунистической партии. Они были тоже против реабилитации. В общем, короче говоря, вот этим сталинистам во главе с Брежневым не удалось тогда реабилитировать Сталина. Ни одного памятника не было поставлено при них. А теперь вот это уже какая-то эпидемия. Действительно, выплеснули, я согласен, образ очень хороший. Вы выплеснули из пробирки эту бациллу, и она распространяется уже. И уже вообще даже скоро будет признаком, наверное, хорошего тона повесить у себя дома или поставить бюст Сталина дома. Но это просто или от крайнего невежества, или, я повторяю, от наклонности, от преступной наклонности тех людей, которые возвеличивают этого. Вот при Сталине родилось такое, оно шло из французской революции, понятие враг народа. Так вот, значит, Сталин был самым главным врагом народа. И я хочу сказать, что и те люди, которые сознательно прославляют Сталина, я думаю, что им тоже название враг народа очень подходит. Владимир Николаевич, давайте посмотрим еще один эпизод. Картинка с выставки, или, выражаясь вашим языком, я имею в виду, Евгений, вы выбросили этот шар, содержимое пробирки. Вот давайте посмотрим мою версию, которую я снял 7 ноября 2017 года, ко дню столетию революции в Москве. Вы представляете, что такое НКВД? Представляем. Что такое НКВД? НКВД – это орган, который нас защищает, нашу родину защищал, да. И от врагов народа, и от немецких захватчиков. И от личных собственных граждан. Не, ну, а где не бывает ошибок? Миллионами. Какие миллионы, 600 тысяч человек? Да, 640 или 670 тысяч. Было расстреляно, к сожалению, были ошибки там. 640 тысяч. Но вы и только что говорите про миллионы. Но я спрашиваю вас, там были ваши родные, предки? Предок один был. Как бы вы ему объяснили, если бы стояли бы рядом, а его расстрелили бы? А мы же не репрессии поддерживаем. Мы славим героев НКВД, защищавших нашу страну. То есть не чекистов, которые занимались расстрелами, репрессиями, а героями войны внутренней войска НКВД, стрелковые войска НКВД. Как одних отделить от других? Ну, как сказать, я вот веду группу, где пишу про героев в интернете, да. То есть мы отделяем. Ведь если враг рискнет проверить нашу силу, он больше ничего не сможет проверять. Напомню, что внизу, под этим плакатом, последняя строчка была написана НКВД, мы пыть, как тебя не хватает. Вот, Евгений. Я бы с удовольствием, чтобы им наконец НКВД дошло до этих товарищей, которые по собственной инициативе, ведь инициатива наказуема, да, и они не так пострижены для НКВД, не так носят форму. Это было бы замечено, и соответствующие меры приняты. Поэтому, конечно, но поймите, если бы это касалось только тех, кто хочет НКВД, все говорят, вот, победил Гитлер, победил Гитлер, хотя понятно, что это и со всем миром вместе и с ленд-лизом. Знаете, я вам скажу то, что еще никто пока не знает, может быть несколько человек, которые успели прочитать за 2-3 дня книгу, которая у меня вышла вот буквально на этой неделе. В издательстве АСТ опубликована моя книга «Первая научная история войны 1812 года». И здесь есть одна глава, которую, я признаюсь, я вставлял обманом ночью только сверстальщикам. Только сверстальщикам эта глава посвящена началу Второй мировой войны и планам Сталина. Дело в том, что и Виктор Суворов, и Марк Солонин, они замечательно сделали предположения и исследования на основе косвенных доказательств, говоря о том, что Сталин планировал движение в Европу и нападение на Европу, и Гитлер был идеей ледокола и все прочее. Но у них не было документа, где бы Сталин лично, сам, письменно и тем более публично заявил о том, что он собирается напасть на Европу. Такого документа быть не могло, потому что либо он уничтожен, либо он хранится под всеми печатями и лично на нем сидит Путин, вот никогда никому не отдаст. Но в истории бывают сумасшедшие совпадения, невероятные. И сохранился документ, который подтверждает то, о чем я говорю. И он впервые, впервые, подчеркиваю, опубликован в этой книге. Здесь Сталин лично говорит о том, что он, конец 1938 года, о том, что готовится наступление на Европу, и это будет последняя и самая справедливая война. Этот документ уничтожался, но он сохранился. Я публикую все подробности и фотографию самого документа. Это очень долгая история, это нужно читать. Я постараюсь на днях еще опубликовать отдельной статьей. Но смысл в том, что помимо того, что мы знаем и про заградотряды, блокадный Ленинград, как трупами заваливали немецкие войска и прочее, прочее, все это мы давно знаем и были предположения. Но в катастрофе этой во многом вообще во Второй мировой войне виноват лично, я подчеркиваю, лично Сталин. Помимо того, что весь советский строй напугал Запад, и Гитлер не пришел бы к власти, если бы не было этой волны испуга перед большевиками и перед сталинизмом. Евгений, я хочу вас спросить, к тому, что вы сказали, а насколько изменился человек в 30-х годах и сегодняшних? Это совершенно разный менталитет, разный генотип? Или это одно продолжение другого? С 37-го, 40-го годов генотип практически не менялся, потому что там, вот после этих страшных репрессий, когда вырезали, уничтожали лучших, вырезали элиту, вот там до 30-х, до конца 30-х, начала 40-х была немножко другая ситуация. Что касается менталитета в целом, вот элиту нет, а менталитета по стране, то, чем Мандельштамм писал, мы живем под собой ничего из страны, вот здесь почти ничего не изменилось. Потому что, как были крепостные крестьяне в 19 веке, они были крепостные крестьяне без паспортов в СССР, в конце 70-х стали выдавать паспорта, это одни и те же люди, с одной и той же рабской психологией. Когда приходили в деревню народники, которые говорили, вот честь, совесть, давайте свободу, вы должны себя уважать, так их же крестьяне сдавали жандармам, потому что пришел баламут, который нас на что-то подбивает. И сейчас то же самое. Вы понимаете, когда там тот же Навальный приходит, я смотрю эти кадры, он каким-то бабкам там приходит и говорит, я хочу, чтобы вы жили лучше. Они говорят, нет, не позволим, не верим и уйди отсюда. Вот же в чем смысл. Александр, скажите, вот люди, вы же работаете в мемориале, да, мемориал провел колоссальную работу по выявлению имен, которые были репрессированы. Люди, на ваш взгляд, хотят знать правду или это им не очень интересно? Ну, это смотря, как с людьми говорить. Если выходить к ним со словами, здравствуйте, обычные люди, они тебя, разумеется, пошлют. Но на самом деле говорить-то можно с самыми разными людьми. Стоит захотеть. Вот Наташа из Тимирова покойная, она умела говорить с самыми разными людьми. У нее иногда получалось уговаривать их и кого-то спасать в самых неожиданных ситуациях. Собственно, работа учителя, Наташа как раз была учителем, учителем истории, учителем литературы, но работа учителя как раз говорит с людьми. И все эти разговоры про генофонд, знаете, полигеномное кодирование признаков, оно такая сложная штука, что вы не можете за десятки поколений существенно изменить, изменить не внешний облик, а изменить что-то, связанное с поведением людей. Глитлер, который, например, гомосексуалов и умственно отсталых полностью вырезал, он это нам подтвердил. Во втором поколении соотношение восстановилось, что говорит о более сложно кодируемых вещах. Так что речь идет не о том, что кто-то уничтожил ленофонд. Речь идет о воспитании, речь идет о каких-то устойчивых паттернах, и, к сожалению, воспитание штука оказывается не менее проблемная. Вот у нас уже почти 20 лет проходит исторический конкурс «Человек в истории России XX век». Каждый год тысячи школьников присылают свои работы, серьезные исследовательские работы по истории России. Эти работы изменились. видно, как телевизор меняет восприятие, меняет отношение к истории, отношение к собственной истории. Вплоть до того, что да, у меня в роду были расстреляны, но время такое было. Но, с другой стороны, если с людьми говорить, если с людьми говорить не пытаясь возвыситься с ними на голову, то все решаемо. Это не есть разрыв на сотни лет. Можно я задам более конкретный вопрос? Можно ли говорить, я послушал Евгения, что это тот же народ, тот же пластилин, то что в 30-м году, что сейчас, из которого можно вылепить все, что угодно? Знаете, я бы не подходил так просто. Тогда же не лепили из пластилина. Тогда, по сути дела, уничтожили крестьянство. Тогда у людей не было возможности, тогда у людей была возможность выживать. Но вырастили же советского человека. Что значит вырастили советского человека? А почему в 89-м году оказалось, что этот советский человек, он умеет задавать вопросы и находить на них какие-то собственные ответы? Это не быстрые процессы. Для того, чтобы что-то изменилось, людям очень тяжело что-то внушить. Они должны сами в чем-то разочароваться, сами искать ответы на вопросы. Но это иллюзия, что им можно хлебным мятишем залепить глаза, уши, и все будет спокойно. Мне кажется, Евгений хочет возразить. Да, я категорически, к сожалению, к большому сожалению, должен возразить, в конце советской власти, 89-91 год, никто не научился задавать никаких вопросов. Никто ничего не осознал. Как маленькая группа приличных, умных людей в СССР что-то понимала, так она просто проявилась, ей дали проявиться. А основная масса народа ничего не поняла. Абсолютно. Это видно сейчас. Просто настолько в магазинах было нечего жрать, что они позволили любым, либералам, кому угодно, они не понимали этих терминов, до сих пор не понимают этих терминов, эти разговоры о свободе, защита о достоинстве и прочее, прочее. Это большинство, к сожалению, ничего не поняло. И сегодняшнее наше время доказывает мою точку зрения. Что касается, последний нюанс, что касается воспитания, это белое и квадратное. И воспитание, и врожденное. Безусловно, воспитание и пропаганда очень действенны. Но не на всех. Понимаете, если вам дано быть великим пианистом от рождения, тогда вы пианист. А если там поля головного мозга другие, не настроены, то вы не станете пианистом. То же самое и с общей интеллектуальными вещами. Совсем с чем угодно. Это надо все-таки очень уважать физиологию. К сожалению, мы вынуждены, если бы было так все просто, человек это не чисто лист бумаги, к сожалению. Владимир Николаевич, вспомню факты своей личной истории. В 1969 году вышла картина «Освобождение». Я был школьником, и мы с отцом пошли на этот фильм. И это было первое появление Сталина на экране в кино после того, как Хрущев разоблачил культ личности. Юрий Озеров снял эту эпопею. Вы еще тогда жили в Советском Союзе. Скажите, когда появился на экране Сталин, зал встал и аплодировал. Кстати, это было в Душамбе, где вы родились. Чем вы объясните, что в конце 60-х, в начале 70-х, потом вышло еще несколько серий освобождения, появилась ностальгия по Сталину? Ну, она появилась, может быть, от недовольства текущей властью, потому что, в общем, это уже было брежневское время. И Брежнев теперь тоже считается таким добрым дедушкой. А тогда, в то время, он не считался, он просто был предметом, объектом шуток очень многих. Считался такой, ну, такой пожилой маразматик, и власть тоже воспринималась как маразматическая. И вот тогда уже зарождалось это возвращение культа личности. Уже было такое, что вот при Сталине было больше справедливости, что вот меньше. Тогдашнюю власть тоже обвиняли, что они живут в роскоши, не так живут, как простые люди. А Сталин вот был вот такой, сякой распространялись против него всякие легенды, какой он лично скромный был человек в быту и так далее. Да, ну и вот эта вот легенда. Ну и власть, между прочим, она тоже, она из подволито, она не могла реабилитировать, но какие-то реабилитирующие такие факты или псевдо-факты, она все время подбрасывала народу. И все-таки сложилось такое мнение, что вот Сталин, что Сталин выиграл войну, Сталин был такой, сякой при Сталине были, между прочим, понижение цен каждый год 1 марта, кажется, или 1 апреля, уже не помню. Точно это, правда, было событие, которое всех ждали, когда там понижалось что-то ненужное никому там на 3%. И вот эта ностальгия по Сталину, она постепенно вырастала. Но все-таки ее держали в каких-то рамках. Я тоже помню, в Москве тоже люди аплодировали при первом появлении Сталина на экране. Очень соскучились. Скажите, когда Сталин станет античным героем, как Александр Македонский, когда его будут воспринимать как великого завоевателя, просветителя? Может ли с ним такое произойти? Или это в ближайшие 20-30-40 лет не произойдет? Думаю, что не произойдет. Как сказал когда-то тот же Хрущев, черного кобеля не отмоешь, добивай. И этого кобеля все равно не отмоют. Как ни стараются, сейчас очень большие старания его отмывать. И если поставят память, какие-то через короткое время их опять будут сбрасывать. Так и будем жить. Потом, может быть, следы, если бы наступит еще один период, опять начнут восстанавливать и опять сбросят. Владимир Николаевич, Евгений, Сталина на вас нет. Что вы подразумеваете под этой фразой, когда люди произносят? Как вы это понимаете? Это ущербность, это признание того, что жизнь тех, кто это говорит, не удалась. нас не удалась по их же собственной вине, и они хотят, чтобы и всем окружающим было так же плохо, как и им. Мы все-таки недооцениваем то животное, которое мы называем красиво, поэтично человеком. В этом животном сосредоточено столько омерзительного и столько хорошего, но это очень раз. В одном очень много хорошего, в другом очень много плохого. И так часто бывает. Середина это не общая вещь, середины почти нету. Вы знаете, я склонен, как и историк, и как человек очень серьезно интересующийся физиологией, нейрофизиологией, говорить о том, что люди категорически разные физиологически. И вот поймите, если одни могут, ну вы зайдете в YouTube, кто-то режет, не просто убивает, нажимает на курок, а прямо может отрезать голову, просто отрезать голову человеку, и у него никакие теменные доли, ему это не воспрепятствует, они просто вот ну не наросли, либо там другой метаболизм, они заболел, ударился и так далее, наследственное что-то. Другой наоборот, цветочек погибает, и уже у него слезы и прочее, прочее. Это человек очень разное существо, и когда мы показываем вот пример, вот пример, и потом обобщаем, вот это как бы все люди, или вот это, а вот же люди. Нет, это принцип, люди, нет такого понятия в целом, люди, человечество, ну нет, для меня, это моя точка зрения, я по конституции имею на нее право, для меня нет единого некого вот человека, просто не существует. Вы знаете, перед тем, чем вам дам слово, Александр, позвольте все-таки Сергею Удальцову высказаться, он у нас на линии, Сергей, скажите, вас лично радует то, что Сталин становится все более популярным и популярным сегодня в России, ему ставятся бюсты, памятники, ну и так далее? Да, добрый вечер, там первый раз что-то связь сорвалась, вы спрашивали, хожу ли я цветами к могиле Сталина, нет, я не хожу, потому что я никогда себя к сталинистам не причислял, к фигуре Сталина у меня отношения неоднозначные, как и ко всему тому историческому периоду, я об этом неоднократно высказывался, и я опять же неоднократно говорил, что та модель, которая существовала в Сталинский период в СССР, экономическая модель, политическая, на сегодняшний день она неприменима в современной России, поэтому в отличие от многих других представителей левых сил, я не апологет Сталина, хотя и не сторонник тотального очернительства, надо выделять те моменты, которые были позитивны, и те моменты, которые ни в коем случае нельзя повторять, в том числе, конечно, массовые репрессии, когда погибли действительно много невинных людей, да, были и действительно люди виноваты, но очень много невинных, такое допускать невозможно. Что касается популярности в обществе, понимаете, эта популярность, она искусственно сегодня даже формируется, и власть к этому прикладывает руку, формируется именно популярность той стороны, черной стороны, то есть твердая рука, возможность творить беззаконие со стороны власти, возможность вот этих репрессий, кстати, действующая власть сегодня в России очень любит этим заниматься, конечно, не в таких объемах и масштабах, такой бархатный террор, но в отношении инакомыслящих это прослеживается, с другой стороны, содержание сталинской политики в той же социально-экономической сфере, которая была, конечно, ну, социалистически, оно выхолачивается, поэтому такая популярность меня не радует, потому что это, опять же, в гражданах формирует рабское сознание, стремление повиноваться власти, какому-то новому царю, тут радоваться совершенно нечего. Спасибо, Сергей. Александр, скажите, вот на ваш взгляд, вот этот миф Сталина ассоциируется со справедливостью, что люди понимают под этой справедливостью? Сергей, который дистанцируется от темной стороны силы, говорит о социальной справедливости. Я пытаюсь понять, а где он ее нашел? Знаете, в начале 50-х годов главной задачей советской милиции была не борьба с преступностью, а борьба с тем, что люди бегут с производства. Ведь рабочие еще с до военных времен были, по сути дела, прикреплены к тем производствам, где они трудились. И оставление рабочего места оно каралось по уголовным статьям. Крестьяне, которые были также лишены свободы передвижения, были посажены в условия вне экономического принуждения. Тотальное вранье, когда Госпланк в послевоенное время был вынужден вводить коэффициенты, о насколько нам наврали в отчетах и сколько мы должны скорректировать, чтобы понять, что же происходит на самом деле. В том-то и дело, что со светлой стороной силы тоже были проблемы, большие проблемы, потому что все базировалось именно на нем, на терроре, на вне экономическом принуждении, если говорить таким полунаучным языком. И в этом суть явления. От расстрелянных рвов и от того, что люди говорили про миллионы расстрелянных и десятки миллионов сидящих. Пусть реальный масштаб террора был не таков, несколько больше одного миллиона расстрелянных и порядка 12 миллионов суммарно репрессированных тем или иным способом. Но ведь террор это переводится как страх. Страх, который заставлял людей верить, что реальный масштаб террора гораздо больше. Страх, который парализовывал волю. Страх, который парализовывал инициативу. Тот страх, который, по сути дела, украл у нас то будущее, которое могло бы быть. Это все наследие Сталина. И любая ассоциация с этим, она немножечко странная. Потому что, к сожалению, кто-то тогда был моложе, и солнце тогда грело лучше, и трава была зеленее. Но для кого-то при Брежневе было золотое время, но ни то, ни другое не было. Но есть молодые поклонники Сталина. Они тогда не жили. Это как Чи Гевара уже? Нет, я же объяснил в самом начале, что здесь и правильно Валинович сказал. Сейчас закончите Александр Малыш. Видите ли, для многих сейчас Сталин это антитеза существующему строю, точно так же, как Сталин в Брежневское время был антитезой сытому и вороватому времени. И сейчас это отнюдь не только символ твердой руки, которую нынешняя власть могла бы повторить. Это в значительной степени угроза, это в значительной степени и протест против нынешней власти. Но если с людьми говорить, то может быть выяснится что-то более сложное. Даже с Сергеем Удальцовым, как мы видим, можно говорить не наклеивая ярлыки. Давайте посмотрим опрос, в чем причина популярности или востребованности образа Сталина. На этот вопрос попытались ответить прохожие в Москве. Чем вы объясняете популярность Сталина? Долгой историей, культом созданным, это все-таки из генов народа вымывается очень долго, подобная история, особенно когда она растянута практически столетия. Плюс еще не было покаяния со стороны России, в отличие от Германии, которая покаялась в своих грехах, совершенных Россия, этого не сделала, и это тоже большая проблема. Да, что при нем был порядок. Наверное, был. Вот, допустим, в отечественной войне, если бы не его жесткость, его вот это, вот мы бы, может быть, и не выиграли войну. А потом, как он поступал с людьми, с героями, со всеми нашими выдающимися людьми, которые были потом в ссылках, в тюрьмах и погибали, в общем-то. Вот это, конечно, никак не оправдывается, поэтому я не могу сказать. Вероятно, влияние авторитета Путина, роста влияния, и люди соскучились по порядку. по порядку, потому что, ну, как-то, ну, это типичный ответ, не хватает сильной руки. Победа на войне, ему нельзя все простить, мне кажется. Согласен. Репрессии, это очень неправильно и некрасиво было. Просто победа в войне тогда, это была же, ну, как бы великая война. Думаю, что это просто неграмотные люди, неинтересующие истории, у которых, вернее, не было среди родственников арестованных, репрессированных и погибших. Популярность Сталина заключается в том, что была некая такая система морально-нравственных норм, которые сейчас, увы, очень сильно деградировали, потому что сейчас так называемая демократия и прочие вот эти все измы, да, они разрушили, в общем-то, самый главный момент, это стержень человеческих отношений. Сейчас общество потребителей, а нужно общество созидателей, которые выстраивают будущее, выстраивают страну. Что я могу сказать, то время приучило к обязательности, к исполнению, что никогда никому не помешает, так ведь? Конечно, его можно однозначно осуждать, и тот, кто так сильно пострадал, будет абсолютно прав. С другой стороны, то, что я вам сейчас сказал, там было такое зерно, которое способствовало становлению страны в том смысле, в котором мы ее знаем. Я бы хотел бы спросить у Владимира Николаевича, скажите, если, давайте немножко поговорим о гарантии, о президенте России, на ваш взгляд, хотел бы Путин получить такую власть, как при Сталине, с мощнейшим репрессивным аппаратом, выиграл бы он от этого, или проиграл, или получил бы он гарантию, что неприкасаемо, или это опасно, так как от такого заговора и отсутствия демократических процедур, он мог бы сам пострадать? Ну, видите ли, я думаю, что сейчас время просто уже такое, когда просто Сталин сейчас невозможен на самом деле, хотя, может быть, Путин и хотел бы, я не знаю, быть, мне кажется, он хотел бы быть немножко модернизированным таким Сталином, вот, но прежний Сталин просто невозможен, он был возможен в определенное время абсолютной просто такой глухоты, абсолютного отсутствия гласности, когда внутри гласности не было, не было никаких внешних голосов и все такое. Я хочу просто вот еще что сказать. Дело в том, что в 49-м, по-моему, году еще, может быть, в 47-м, но мне кажется, все-таки в 49-м, в Германии был опрос, кто из деятелей всего мира, какая личность была самой великой в 20-м веке, и 70% ответили Гитлеру уже после разгрома, после всего, что им показали, но тут, значит, но все-таки пропаганда антигитлеровская тоже работала, и уже через год этот процент снизился там до 5-ти или до 4-х или до чего-то, вот так же будет и с и со Сталином, с репутацией его. Это просто... Скажите, Владимир Николаевич, вот много говорят о покаянии, а нужно ли это покаяние сейчас, если от него польза, ну, вдруг представим себе, что появится человек, лидер, который скажет, давайте все покаемся за те ужасы, которые творились во времена Сталина и позже. не совсем согласен с требованием покаяния, потому что я считаю, что все-таки люди должны каяться за то, что они лично совершили, а даже вот там, я не знаю, вот Владимир Яковлев кается там за своего дедушку, который был палачом, но все-таки само по себе говорит о том, что он уже не тот человек, и поэтому просто это надо осознать, надо осознать и признать, что вот, признать, что в нашей стране и наша страна и наши предки вот совершали такие-то преступления, потому что, ну, тут, кроме всего, они были оболванены этой, значит, этой доктриной коммунистической, которая вообще овладела умами умами миллионов, вот, это было такое массовое сумасшествие, это надо как-то понять и надо выразить какое-то сожаление, значит, и, ну, может быть, даже такое покаяние, но покаяние с сознанием того, что вот это дело, это, ну, понимаешь, что это ушло в прошлое, вот, и с обещанием, что это никогда не повторится. Спасибо, Владимир Николаевич, Евгений, скажите, на ваш взгляд, нужно это покаяние? Покаяние бессмысленное слово, какой-то литературы, нужен суд, суд, гласный, открытый, сказать, какие были преступления, кто совершал, чтобы больше это не повторилось, и итоговое решение, только суд, никаких этих литературных вещей. Но судить уже некого, все вымерли. Как некого? Есть, есть, есть истории, мы должны четко сказать, что это было преступление, эти люди не герои, а преступники, что подобные вещи невозможны в будущем. И, знаете, а что некоторые еще живы? Я уверен, что мы найдем с десятых, с двадцатых точно вполне живых, и те, кто продолжает, понимаете, это же все преступления, которые множатся типологически. Знаете, я бы все-таки скорректировал, это называется не суд. Наверное, речь идет о политико-правовой оценке, которая произнесена не отдельными людьми, но и провозглашена от имени государства. Политико-правовая оценка той политики, той практики, которая применялась тогда. Это во-первых. Во-вторых, на самом деле, почти час мы говорили о том, что было давно, и о том, за что каяться ныне живущим, иногда немножечко странно. Но нужно понимать, что говоря про Сталина, мы говорим про сегодня. Про сегодня, про вчера, про позавчера. То, за что нынешние подростки могут спросить со своих родителей. Чеченские войны, нынешние войны, которые ведет Россия, нынешняя репрессивная политика. Вопрос-то в том, чтобы сейчас дети спросили с отцов. И вот это, это большой урок. Тогда, в 50-е, в 60-е годы дети не спросили с отцов, и отцы не ответили детям. Тогда, когда было возможно покаяние или какое-то объяснение тех, кто участвовал, этого не было. То, как дети спросили с отцов в Германии, послевоенной Франции. Давайте весь этот час спроецируем на вот эту нашу нынешнюю ситуацию. И те, кто берет портреты Сталина для того, чтобы оправдывать свою политику, и те, кто критикует Сталина, имея в виду на самом деле гораздо более современный пласт времени. Может быть, своих родителей. Спасибо, Александр. Мы завершаем. Нам осталась ровно минута. Скажите, Евгений, 86% очень часто называют эту цифру сторонников Путина. Это есть наследство Сталина? Нет, это есть наследство и Сталина, и всей предыдущей истории России, крепостного права, и Николая Кровавого, и Александра Первого, который начал Дикие войны, и прочее, и прочее. Это и Достоевщины нашей великой литературы, очень разная литература. Это итог всего. Но, то есть, эта цифра, на ваш взгляд, она отражает реальное? Это условная цифра. Нет, но она не реальная. Она зависит ровно от холодильника. Отнимите у 86% западную еду западной машины. Это будет уже 36%. Мы, спасибо мои гости, спасибо Владимиру Николаевичу Войновичу. В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Мы ее завершаем. У микрофона был Мумин Шакиров. В студии в программе принимали участие историк и режиссер Евгений Панасенков, правозащитник Александр Черкасов. По скайпу с нами был писатель Владимир Войнович, по телефону политик Сергей Удальцов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова